Звонок о том, что на улице Горького у первой детской поликлиники неизвестным был обстрелян 11-й автобус, поступил в дежурную часть 10 февраля в 10.45 утра. Выехавшие на место событий полицейские обнаружили на одном из окон след от выстрела. Правда, стрелявшего и след простыл. Однако тревожные новости на этом не закончились. Чуть позже на пульте неведомственной охраны сработала тревожная кнопка в 38-й школе. Через три минуты на место происшествия прибыл экипаж полиции. Его вызвал охранник образовательного заведения, который рассказал, как запретил ходить в школу двум незнакомым молодым людям. Постойте, говорю, молодой человек, вот куда. Я здесь учусь. Я говорю, я не видел вас. И второго здесь же, двое они были. Сюда вывел их в коридор. Я спрашиваю, по какому вопросу. Ну, они ушли. С улицы, с другой школы. Что-то по окнам. То ли с рогаткой стреляют, то ли не могут. Понятно. Стрелка задержали на месте. Им оказался 16-летний местный житель, состоявший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. При задержании у него был изъят пневматический пистолет. Он пояснил, что данный пистолет, он позаимствовал у знакомого, ну, просто пострелять без определенной цели. То есть, ну, в результате чего и получилось, что как бы несовершеннолетний перемещался с поликлиники до больницы и решил вот выстрелить пролетающую птицу, как поясняет несовершеннолетний. Так что по автобусу попал случайно, ну а в школу пришел, чтобы отдать пистолет его владельцу, одному из школьников. Данный несовершеннолетний состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за ранее совершившие преступления. С ним проводится практическая работа, однако несовершеннолетний целенаправленно не стремится вставать на путь исправления. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», санкции которой предусматривают в качестве наказания до пяти лет лишения свободы.